Автосити Ну, вы совершенно правы, это действительно набор действий, если так можно сказать. Детейлинг идет от английского слова detail, но деталь, то есть детализация процессов, скажем так. И направлен он на обработку автомобиля. Я зачитаю тут из Википедии, что такое детейлинг, как они пишут. Это комплекс высокотехнологических операций по обработке, химчистке, полировке, восстановлению и защите интерьера салона, экстерьера и моторного отсека с целью придания транспортному средству завершенного вида, включающего респектабельный зеркальный блеск, выставочный лоск и долговременную устойчивую защиту от различных факторов окружающей среды. Дорогие дамы господа, я думаю, вы все поняли. Если что-то не поняли, пожалуйста, звоните. Я могу сформулировать попроще, чтобы вообще машина была хороша внутри и снаружи и всегда была таковой. А по-моему, в речи это культуре. Конечно, и от культуры в том числе. От культуры отношения к автомобилю. Потому что неприятно садиться в грязную машину, в которой там что-нибудь, я не знаю, где-нибудь пыль там забилась уже между обшивками и так далее. Если у вас какие-то есть вопросы, уважаемые дамы и господа, 995-1111, это телефон прямого эфира код Москвы, 495-8925-4087-9, это номер для ваших смс-сообщений. У меня вот сразу же есть вопрос. Ну, вот традиционно многие люди, конечно же, пользуются автомобильной косметикой. Я считаю, это правильно, это нужно делать, особенно что касается защиты, к примеру, кузова автомобиля. Потому что мы живем в тех условиях, когда реагенты непонятно какие, камни мелкие, вот эти все гадости летят на кузов и его повреждают, машина теряет товарный вид. Я так понимаю, что вы как раз-таки можете помочь себя исправить. И в этом. И в этом в том числе. То есть предложить некий такой комплекс работы. Но у вас, насколько мне известно, отдельный подход. То есть нельзя просто пойти в магазин, купить какую-то штучку с надписью «Мистер Кэп» и обработать потом автомобиль. Вы осуществляете комплексный, скажем так, подход к автомобилю. И у вас же есть дилерские центры отдельные, да, здесь, в России, в Москве, я так понимаю, Дмитрий? У нас есть дилерские центры, ну, мы их называем просто автосервис, чтобы было понятно клиентам. Нет, давайте модно там, дитейлинг-центр, как его назвать. Ну, сейчас, вы знаете, я вот сегодня утром хотел немножко подготовиться к программе. И так в интернет зашел, набрал дитейлинг. И вот сколько я страниц не листал, но я до 50 дошел, и там все дитейлинг-центры, там все уникальные технологии. И каждая мойка, и каждая подворотня кричит, что они просто супер-пупер, и они лидеры рынка, и так далее, и так далее. А расскажите о своей компании все-таки, в чем отличие? Мистер Кэп существует на рынке порядка 20 лет, ну, я имею в виду на мировом рынке, потому что это международная компания, центр находится в Швеции, в Стокгольме, и еще центры в 14 странах мира. Это Европа, Арабские Эмираты, Россия, Казахстан, даже Казахстан и маленькая Эстония. Ну, там еще, как бы, ну, я просто вот так географию просто набросал. И в России у нас 15 крупных городов, ну, в основном это миллионники, ну, и более-менее активные города, где существует жизнь и экономика какая-то. Ну, вот так. Так, коротко, ну что. Давай Кирилла послушаем. Да, у Кирилла есть вопросы. Кирилл, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, у меня вот по полиролями, хочу сказать, что я полировал свой автомобиль сам, не обращался никакой фирмы, просто купил в магазине современную полироль. И хочу сказать, что автомобиль мыть после полироля гораздо меньше приходится, чем если не полировать автомобиль. То есть вода и грязь, особенно если это летом, такая погода, то грязь просто можно вот такой, знаете, есть такая воздушная щеточка, которая вот для смахивания пыли в доме, да, есть такая вот. И такая же есть для автомобиля. Можно просто смахнуть пыль, вот, и все. И она не царапает кузов, эта щеточка. Или, если это мокрая погода, то грязь, которая вот по боковине обычно прилипает к кузову, она соскакивает на большой скорости. Даже стекло я натирал, они, правда, не рекомендовали. И получается такой антидождь. Это тоже интересное свойство, это полироли. Но это современные последние полироли, вот, которые не пачкают пластмассу белым. Спасибо, Кирилл. Понятно, понятно, да, спасибо, Кирилл. Вы знаете, Дмитрий, у меня в этой связи к вам вопрос все-таки. Значит, во-первых, после полировки кузова, вот то, что предлагает мистер Кэп, сколько мойк выдерживает автомобиль, это, по-моему, ключевой показатель, да? И отличие, я так понимаю, от того, что можно купить в магазине. И вот то, что говорит человек, сам он отполирует или отполирует все-таки ваша компания, в чем разница вот об этом? Ну, то, что человек сам полирует, это замечательно, это говорит, что он любит свой автомобиль. Это только можно похвалить за это. Ну, приветствовать, да. И я думаю, что через какое-то время он придет к нам, ну, поскольку это все-таки наш клиент, который уважает свои автомобили, любит. Да, действительно, самый главный показатель у всех защитных покрытий, которые мы наносим на автомобили, это количество моек, сколько выдержит это покрытие, за что мы, собственно, платим деньги, за что мы берем, а за что клиент и платит. Но на рынке, если покрытие выдерживает до 50 моек, это уже считается супер. Ну, скажем так, ну, мы их называем партнеры наши, ни в коем случае не конкуренты. Есть прекрасные покрытия, которые выдерживают 100 моек. На сегодня компания Мистер Кэп выпустила продукцию, которая выдерживает 400 моек. Ну, это серьезно. Это супер продукт, который практически невозможно смыть с машины. Слушайте, многие за 10 лет такое количество раз машину свою не моют. Ну, мы в России, мы даем гарантию на 3 года, а в Швеции гарантия действует 7 лет. Ну, чтобы понятно было, ну, просто у нас настолько агрессивная среда, невероятно агрессивная среда. Слушайте, это, кстати, при том, что в Швеции, я просто знаю, посыпают сыль и гравий на дороге. И мелких сколов соль там очень часто используют. И если там она выхаживает 5 лет, выдают... Ну, в Стокгольме шампунем моют тротуары. Слушайте, в Стокгольме вообще хорошо. Хорошо. Да, вот по частности скажем. Хотя, должен сказать, что погодные условия схожи с российскими. Очень схожи. Но там такую гадость не заливает вот это вот коричневое. У нас нет, у нас на дорогах ведь, на самом деле, никто не исследовал состав до конца, да? Я смотрел. Исследовали. Известную фразу о в деревне Гадюкино дожди еще никто не отменял. Конечно, конечно, конечно. Потому что даже эти дожди, извините, оказывают такое влияние на лакокрасочное покрытие, что вообще кошмар. Скажите, а вот полироль, раз уж мы заговорили о мойках, тем более 400, это для меня какая-то фантастическая цифра, можно сэкономить не 10 раз вымыть за это время автомобиль, но не 4 раза, а всего лишь 1, да? А вот такие мелкие неприятности, как сколы и так далее, вот это все каким-то образом, ну, хотя бы уменьшить воздействие можно? Не прибегая к серьезному кузовному ремонту, грубо говоря. Значит, покрытие, мы его называем Формула У, ну, не мы шведы, называли ее Формула У, защищает от пескоструя, от всяких там дорожных неприятностей, если там, если у вас собаки во дворе прыгают там на машину, или какие-то камешки, сумки, пардон, женские ногти. Или кошечка погрелась на колпотце, решила. Или кошечка погрелась и пошла, ее спугнули. От этого Формула У защищает. Это, конечно, не панацея от кирпичей, гвоздей и прочих таких крупных каких-то объектов на дороге. Но мы для клиентов предлагаем такой комплекс. Мы берем антигравийную пленку и покрываем переднюю часть автомобиля, там, бампер, фары, радиатор пленкой, а остальное закрываем Формулой У. А вот под пленкой ничего не образуется? Снимается она, если что, легко? Она, да, ну, если соблюдать технологию, она снимается правильно. Но чтобы соблюдать технологию, ее нужно грамотно наклеить. Естественно, да. Поэтому и нужно ехать все-таки в нормальный центр. В этом есть разница. Потому что самому можно в гараже наклеить, понятно. Ну, мы приглашаем наших клиентов в центр компании «Мистер Кэп», который находится на грузинском валу, дом 3. Можно позвонить по телефону 8495-2266-221, 2266-221. И записаться на любую обработку. И при звонке менеджер вам окажет грамотную консультацию. И задача наша не, скажем, не запустить клиента в этот оборот, а его просветить и рассказать ему, как правильно ухаживать за своим автомобилем. Это в первую очередь. И мы чувствуем за собой некую такую обязанность просветительскую в этом смысле, в мире детейлинга. Потому что многие компании на рынке, для них главная задача слупить денег с клиента и отправить его, и забыть про него. «Мистер Кэп» – единственная компания в России, которая через 10 дней приглашает клиента на технический осмотр. Проверить, все ли было сделано надлежащим образом. За 10 лет существования компании в России у нас нет ни одной рекламации на покрытие. Ни одной. То есть у нас там могли техники случайно какую-нибудь там фишку в салоне отковырнуть или еще что-то такое. Но на покрытие кузова нет ни одной рекламации за 10 лет. Это очень хороший показатель. А скажите, чем же вы все-таки пользуетесь? То, что, ну, первый вопрос, который возникает, да? У вас есть своя фирменная косметика? Ну, я думаю, что на это Станислав ответит. Он у нас за развитие отвечает, он расскажет. Да, косметика у нас, правда, вся своя. Компания «Мистер Кэп» закрывает полностью цикл всех продуктов, которые мы используем. И в Швеции есть специальная лаборатория, которая постоянно разработает новую продукцию и совершенствует то, что у нас уже есть. И, ну, у нас очень часто звонят клиенты, которые с нами уже много лет и говорят, ребята, у вас есть что-нибудь новенькое? У вас «Формула-У», «Форму-У», она уже 20 лет «Форму-У». Ну, на что мы говорим, что это уже третье поколение «Форму-У». Мы просто не меняем бренд, потому что он исторически важен для нас, и мы считаем, что в нем есть большая ценность. Опять же, вот к марту шведы обещают выпустить еще одно поколение «Формулы», которое должно быть намного лучше, чем то, что мы используем сейчас. Хотя то, что мы используем сейчас уже, в принципе, на рынке считается очень хорошим продуктом. Понятно. Понятно, но купить «Мистер Кэт» косметику шведскую нельзя в магазин. Нет, это закрытая система, соответственно, вы можете получить нашу продукцию только в наших центрах, либо у наших партнеров. Слушайте, но эта же закрытая система, опять же, гарантирует и качество, и обработки, и качество продукции. Кстати, уважаемые дамы и господа, я обращаюсь к вам, уважаемые наши слушатели, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с обработкой автомобиля, как это лучше сделать? Почему лучше делать одно, а не другое? Да, как защитить интерьер автомобиля? Может быть, и не только экстерьер, да, и интерьер, опять же, какие-то, наверное, кожу даже сохранить. У вас же все это тоже, вот «Мистер Кэт» предложит, но вы можете позвонить к нам сейчас в студию, 995-11-11, «Москвы-495», либо присылайте смс-сообщение на номер 8-925-40-87-9, и мы с радостью ответим, как и ответят, я думаю, что и представители компании «Мистер Кэт». Вы знаете, вот есть такой непростой, я бы сказал, вопрос от Юрия, нашего постоянного слушателя, который нам активно пишет. Он говорит, что знает точно, фары клеивать пленкой нельзя, нарушается охлаждение фары, а значит, быстро умлет рефлектор, пишет Юрий. Нет, это, ну, скажем так, старая история, это, наверное, какие-то фары там на «Жигулях» обладали такими свойствами, то есть уже давным-давно бронируют фары, это очень распространена услуга не только у нас, а практически у всех дитейлеров, которые присутствуют на рынке, и пленка, но современные пленки, скажем так, они никоим образом вообще не вредят фарам. Ну, кстати, я это могу подтвердить, потому что еще в конце 90-х мы на служебной машине, так сказать, бронировали передние фары, это был, кстати, шведский автомобиль, машина проездила три года, и ничего, и очень хорошо, кстати, что забронировали фары, да, там пленка началась ездить, потому что по трассам очень много ездили, но это спасло фары, потому что противотуманки не были обработаны, они менялись просто каждые две поездки сразу же. Да, если мы вообще рекомендуем клиентам бронировать фары, потому что их тогда нужно будет полировать через какое-то время, там, раз в год, это точно. Дешевле, чем фару поменять. А это точно вредит уже фаре полировка, потому что это абразив, и в любом случае снимается какой-то слой. Снимается слой, да, не в любом случае. Ну, все, вот вы знаете, все мы о внешнем виде, фары, кузов, это понятно. Я надеюсь, что вы у нас в гостях не последний раз, мы об этом еще подробно поговорим, но меня, например, да, больше всего заботят и то, что внутри, потому что иной раз, вот я сажусь в какую-нибудь машину, особенно если там мне надо куда-то поехать без своего автомобиля, а просто в такси, мне нечем дышать. Это, ну, просто какие-то неухоженные салоны, в них как-то обязательно чем-то таким неприятным пахнет. Вот можно ли как-то обработать, чтобы салон всегда, в салоне был всегда сверхвозок? Да, сведеть водителя для этого нужно. Просто, это самый простой способ вообще. Или водителя отправить в душ, хотя бы. Да, или в душ его отправить. Хотя бы. Вот эта проблема, Дмитрий, лучше давать ее не будет. Это вообще отдельная тема. Но это, на самом деле, замечательный вопрос. Я не буду рассказывать там про обработку салона. Это, ну, я думаю, что мы с вами встретимся еще. И да, я остановлюсь на одном единственном моменте. Мы единственная компания в России, которая удаляет тяжелые запахи в салоне. То есть, вы съездили на рыбалку, рыба протекла, затекла под ковры, в щели всевозможные. И ребенку сзади еще и стало плохо от этого. Ну, это самое простое. Ребенку плохо, это очень просто. А вот когда рыбка или кабанчик, или, не дай бог, где человек в гараже уснул в автомобиле. Ну, всякие бывают ситуации. А вот с этими запахами справиться не может никто. Мы единственная компания, которая... У нас есть специальная услуга SmellStop, понятно, перевод, которая позволяет удалить именно тяжелые, я подчеркиваю, не пролитое молоко там или ребенок, или шоколад, или еще что-то, а именно тяжелые запахи. Это очень-очень дорогая услуга, но, скажем так, если автомобиль стоит денег... То подержать его в нерезайшем состоянии будет совсем не лишним. Да, его продать невозможно. Конечно. С запахом. С таким запашком. Да. Поэтому, ну, так. Эта услуга дорогая, стоит порядка 60 тысяч рублей. А вот это как раз уже следующий вопрос, который я хотел задать. Сколько же стоит? Допустим, вот SmellStop 60 тысяч рублей стоит. А вот просто, допустим... Ну, это уникальная услуга просто. Это уникальная действительно услуга. Это оно того, я более чем уверен, стоит. Говорит Бисекова, сарказма. А сколько стоит, вот, допустим, обработать кузов автомобиля? И что для этого вообще нужно сделать? Вот у нас сейчас послушает нас человек и скажет, я вот хочу попробовать. Куда ему ехать? Что ему делать? И сколько денег готовить? Ну, во-первых, компания «Мистер Кэп» сотрудничает с 30 дилерскими центрами в Москве. И, соответственно, ну, то есть люди, которые ездят, мы охватываем практически весь сегмент рынка. То есть от дорогих автомобилей до самых, что ни на есть, простых. Део, Киа, Хонда. То есть мы обрабатываем весь спектр. У нас для каждого вида, скажем так, ну, для разного уровня автомобиля есть специальные программы. Есть подешевле, есть подороже. Отличаются они незначительно. Ну, тем не менее, чтобы люди могли воспользоваться услугой владельца, допустим, Хонды, мы для них сделали специальную программу, которая им позволяет. Допустим, там есть некоторые нюансы. Это по, скажем так, ну, самое главное, сколько держится покрытие. Да, у нас их несколько, и мы для, скажем, дешевого сегмента предлагаем, ну, не очень такие. Дорогие. Как? Не очень. Она все равно держит 100 моек, но это дешевле гораздо, чем, которая держит 400. 400, да. Но, тем не менее, для клиента, который купил автомобиль, это много. 100 моек это очень много и, как бы, достаточно. У вас есть сайт в сети интернета? Конечно. Да, да. То есть туда можно зайти, я думаю, что там... Вы можете просто набрать на любом языке, любыми буквами, цифрами Mr. Cap, и вам, да, откроется сайт. Там есть, ну, как бы, дальше человек уже... Mr. Cap.ru это локальный сайт, а Mr. Cap.com это интернациональный сайт, где есть выходы на порталы Mr. Cap во всех странах. И можно попасть в любую станцию Mr. Cap. Ну, вот, сейчас я закончу о стоимости, а то мы как-то... Важный вопрос. Да, да, да. Вот в среднем обработать кузов и покрыть его защитным покрытием стоит примерно 22 тысячи рублей. Ну, это от 20 до 28, ну, в общем, вот... В зависимости от машины, да. От машины, от ее состояния. Ну, если новый автомобиль, мы скидку еще сделаем. Но если он убитый, то с ним надо очень много работать, конечно, это будет стоить денег. Ну, да. А куда обращаться? Куда обращаться? Ну, обращаться грузинские... Mr. Cap.ru, понятно, там, я думаю, что можно... Ну, там есть, во-первых, все адреса, потому что у нас в Москве... Вообще, Mr. Cap это система софранчайзинга. У нас есть наши софранчайзеры, партнеры в Москве, и их адреса есть. Если человек из какого-то города, там все адреса выложены по всей стране. Но основной, скажем, центр находится на грузинском валу, дом 3. То есть мы зовем всех приезжать, очень удобный подъезд. Мы пытаемся оттуда уехать, поверьте, наверное, года 4, и не можем себе этого позволить, потому что очень удобно. Со всех сторон можно приехать. У нас за стеклом сидит режиссер, который уже трижды повторил свой вопрос, пользуясь служебным положением. Зимой можно обрабатывать? И когда вообще лучше обрабатывать? Я напомню вопрос. Ну, Станислава пусть ответит. Зимой нужно обрабатываться, потому что как раз-таки тот сезон, когда на машину воздействуют реагенты. Больше всего гадости. Да, летит пескоструй, грязь. И в принципе, ну это вопрос, который нам задают постоянно наши клиенты, когда лучше обрабатываться. Не важно. Нужно просто обрабатываться. И ваша машина... Покрытие работает очень долго. И когда вы это сделаете, ровным счетом никакого значения не имеет. То есть машина будет всегда чище, за ней будет проще ухаживать в любой сезон, она будет лучше выглядеть в любой сезон. То есть в принципе, как только будет время и желание, то мы советуем приехать к нам и не ждать весны, лета. Как вот специального сезона, месяца, дни, недели. Конечно. Обработал у нас автомобиль, человек получает гарантийный талон. И с этим талоном он три года вправе к нам приезжать и требовать от нас всех услуг, которые мы предоставляем. Вот есть у меня еще один вопрос уже из личного опыта. А скажите, пожалуйста, может ли помочь мистер Кэп устранить, как бы это так даже выразить это помягче, некачественные руки, которые сделали кузовной ремонт на автомобиле. Когда появляется, допустим, переход краски, вот тональность немножечко меняется. Ну, знаете, так бывает, там краска выгорела, здесь она свеженькая, видно сразу же. Вот тут вы можете помочь? Можем. У нас одна из услуг, это локальная покраска. Красим мы без переходов. Поэтому приезжайте, если кому-то что-то там не нравится, мы сделаем идеальным. То есть у вас и кузовной ремонт тоже можно сделать? Нет, мы вот как кузовщиной мы не занимаемся в этом смысле. Но вот локальная покраска... Дело в том, что, например... Например, вмятины, микротрещины, вот эти вот маленькие точечки, которые образуются на капоте. Значит, есть услуга удаления вмятин без покраски. Учили мы наших ребят в Турине, это самая сильная школа в Европе. Учит там Папа Карло. Смешно, но это правда, Папа Карло. Да, и он учит, мало того, так называемый, это дентремовл, крючки, которыми все работают. Этот рынок достаточно освоен в России, в Москве. Они очень специальные. Дело в том, что они, во-первых, дорогие, а во-вторых, у металла свойства памяти есть. То есть, чтобы добраться до какой-то вмятины, крючок можно изогнуть там как угодно, и он при этом сохранит упругость достаточную, чтобы выдавить вмятину. Но при этом, когда вы работу выполнили, вы его выпрямили, и этот крючок опять идеально ровный. То есть, вот такая вот история. Даже вот, ну, даже здесь мы вот как бы так работаем. Потому что огромное количество немецких, американских приспособств для того, чтобы удалять вмятины. Но, тем не менее, вот как бы даже такая есть история. Металл с памяти. Понятно. А вот наш радиослушатель, он дозвонился к нам в студию по телефону 995-11-11, но в эфир выходить не хочет. Он просто спрашивает, а можно, говорит, у вас там какую-нибудь пленку наклеить на машину? Я так понимаю, речь идет о вот этих виниловых. Мы закрываем весь спектр детейлинга, господа. То есть, все, что вы хотите и придумаете в детейлинге, мы все для вас делаем. То есть, все, что... Розочки наклеим, да, из карбона. Все, хотите, пленку наклеим с рисунком, с чем угодно. Ну, то есть, мало того, художественная аппликация на кожу в салоне, если хотите. Даже так? Да. Слушайте, ну, это уже называется модным словом тюнинг. Мы не любим слово тюнинг. Я тоже не люблю. Я согласен. Тюнинг – это совсем другое. Это уже настройка конкретная под себя. Конечно. Вот все. Стекла, не знаю, там, пластик, кожа, ковер, ткань. Все, что есть в автомобиле и все, что подвержено повреждению, мы все восстанавливаем. Мы все делаем. То есть, все, что вы хотите придумать про автомобиль, мы для вас делаем. А вот такие услуги, кстати, автитетейлинга, наверняка же пользуются спросом, прежде всего, каких-нибудь девушек, которые любят наносить собственные, я не знаю, логотипы на коврик или на подголовничек. Сталкивались с такими клиентами. Вообще, кто вот основной, кто чаще всего к вам приезжает? Люди, которые любят свою машину. Это понятно. Это самое главное. Если человек любит свою машину, он, скорее всего, приедет к вам. Ну, девушки почему-то, мы их зовем, зовем, зовем. Не хотят, да? Не хотят они. Слушайте, я честно вам скажу, вот, по наблюдениям, из 10 автомобилей, которыми владеют девушки, 8, мне садиться не хотелось бы. Так. Ну, вот грязные машины. Девушки, мойте машины изнутри. Сейчас тут будет. Можно и с оружием иногда. Сейчас меня будут поиспать. Не-не-не, пусть дама не обижается, справедливое замечание. Каждая машина, в которую едет девушка, это как гнездо белки, пардон. Там какие-то конфетки, бумажки, орешки. Пантики. Бутылочки из-под воды, еще. Ну, и плюс еще все женские атрибуты. К сожалению, согласен. К сожалению, согласен. Хотя девушкам должно быть, наоборот, более свойственность. Дамы, простите меня, ради бога. Да, на самом деле. А сколько, вот давайте серьезно вопрос. Сколько по времени занимает обработка автомобиля? Насколько нужно оставлять машину? Ну, вот допустим, если полная обработка автомобиля, мы ее называем мастер-тритмент. Это включает в себя кузов, двигательный отсек, багажник, салон. Ну, то есть все поверхности, которые есть в автомобиле, мы берем на это от суток до двух. Почему? То есть обработка кузова, вот полная обработка кузова, занимает полный рабочий день. Это очень трудоемкая работа. Мы готовим кузов к нанесению покрытия. Обычно утром клиент оставляет, вечером мы наносим покрытие, ночь машина отстаивается, идет первичная полимеризация. И только на следующее утро мы отдаем клиенту машину. Если машина тяжелая, там, тяжелый салон, кузов убитый, естественно, с ним нужно очень аккуратно и долго работать. Это уже самое главное, вот, казалось бы, мы стараемся расширяться, у нас там количество центров растет, и все. Самое главное, мы стараемся к каждому клиенту подходить индивидуально. И в зависимости от его автомобиля, состояния, состояния его души, если хотите. Ну, да, тоже важно, кстати. Это тоже важно, да. Да, ну, еще такой быстрый просто вопрос. Вот обработали автомобиль, как быстро нужно ехать на мойку или нужно выдержать определенную паузу, несколько дней, недели, они знали, чтобы покрытие закрепилось, только потом мыть машину? Мы просим клиентов не мыть автомобиль 10 дней. 10 дней. Ну, это нормально. Ну, наверное, нормально. Давайте мы еще раз напомним телефон мистер Кэп в России, куда можно обратиться, сайт мистеркэп.ру, я так понимаю, правильно, Дмитрий? Да. И телефон. 8-495-22-66-221. Мы эту тему обязательно продолжим. Скажем спасибо генеральному директору сети мистер Кэп в России Дмитрию.